Здарова, народ, Айс на связи. Сегодня продолжим проходить политку смерти. Погнали. Так, я поймал его. В прошлой части поймал его кота, который сожрал ее птицу. Там нам предстояла сложная задачка по поиску этого кота. Черный кот в птичьей клетке. Это ведь ты съемал мою птицу, верно? Интересненько. Это может быть ложным обвинением. Я никогда тебя не выпущу. Помотали мы головой такие. Но думаю, нехорошо забирать чью-то свободу. А у тебя доброе сердце, да, художник? Думаю, нехорошо забирать чью-то свободу. Взял, а сама заставляет меня рисовать. Я дам тебе этого кота в подарок. Зачем он мне нужен? Ты кажешься человеком, который любит живот. Которого любят животные. Это было утомительно. Хватит на сегодня. Все, день заканчивается. Если так подумать. Кажется, я что-то искала. Ну что? Дорога шаг. Черный кот сидит на столе. Это тот, которого я нарисовал. Понятно. Одно взаимодействие только в один раз. Он что-то пролистал случайно, не вчитываясь. Хотя следовало бы. Портуна сегодня на моей стороне. Кажется, я расстроил хозяина дома. Не, на моей стороне, скорее всего. Я зажат между навязанной мне картиной и котом. Пока я стою там, предаваясь мрачным мыслям, кот сталкивается, сталкивает что-то с полки. Этим чем-то оказываются старые записи. Я подношу лампу, чтобы рассмотреть их. Сначала почисти яблоко, затем отдай его ей. Будь внимателен к цветам макаронов. Удостоверься, что предлагаешь ей чай в подходящее время. Не позволь птице сбежать из клетки. Под кроватью находится этот список предупреждений. Каждая из которых написана разными почерками. Заголовок гласит к следующему неудачнику-художнику. Видимо, это оставили художники, побывавшие здесь раньше меня. Возможно, один из них начал это в шутку, а другой продолжил. Кажется, поведение девушки сильно усложняет работу по созданию ее портрета. Сомневаюсь, что другие портретисты могли полностью отдаться работе в таких условиях. И из-за этого данная задача была перепоручена мне, каким бы непримечательным я ни был. Если мне удастся хорошо нарисовать ее, то, возможно, я заполучу патронаж старого мужчины. Чуть-чуть мы не дошли в прошлой серии. Так, мы продолжим. То, с каким вниманием цвета разбросаны по их полотнам действительно впечатляет. Анималистичные оттенки, которые ты используешь, не читаем. Изобразительное искусство – это не твое. Найди себе другое хобби. Опять какой-то рисунок сейчас будет, да? В который раз в памяти всплывает, как меня отвергли на городской выставке. Я поднимаюсь с неудобной кровати. Кота нигде нет. Заглянув вниз, я замечаю, что мои наброски хаотично разбросаны по всему полу. Видимо, виновник сбежал, пока я спал. Несмотря на бесчисленные попытки, мне никогда не удавалось передать естественного цвета мира. Каждая работа превращалась в мутную кляксу. Хотелось бы мне запечатлеть на полотне цвета заходящего солнца. Я собираю неприглядные наброски, вздыхаю. Капли дождя стучат по окну. Четвертый день. Девочка, бог знает, откуда принесла музыкальные инструменты и заставляет меня притвориться, что я играю. Я едва могу различить ее очертания в темноте, если бы я только мог зажечь лампу. Но, возможно, она болеет каким-то заболеванием, которое убьет ее при попадании света на кожу. Время летит быстро. День заканчивается. Ровоз и ныне там. Я слышу громкий звук за окном. Лед, как из ведра. Земли не видно, но я слышу капли дождя. Иногда гремит гром. Секунду. Погоди, погоди, повернись. Мы не можем вернуться. Ладно, я хотел посмотреть, там уже картина. У меня много свободного времени, пожалуй, слишком. Я хотел картина, там есть картина, висит на дверь, где мальчик, девочка, зонтом и лошадь около ручья. Вернуть ее в ту комнату темную попробовать. Может, стоит снова пойти искать сокровища? Стоп, точно. Я же что-то искала. Я забыла нечто важное. Ну, где же оно? И что это? Ты не знаешь? Да откуда мне знать? День 4+. Сколько здесь еще более дней будет, мне интересно знать. Здесь? Или там? Нет. Наверное, здесь. Фу. Я устал. Надоело искать. Не иметь возможности двигаться весьма печально. О, телефон. Кстати, давно он ничего не писал мне. Следующему неудачливому художнику. Сначала почисти яблоко, а затем отдай ей. Будучи внимателен, будь внимателен при выборе цвета макаронов. Удостоверься, что подаешь чай в нужное время. Не позволь птице выбраться из клетки. Под кроватью находится синяя косметичка. Нельзя трогать ее. Я пишу это на полном серьезе. Не трогай ее. Синяя косметичка. У меня под кроватью или у нее на картине под кроватью? Так, о чем? Вот, сейчас я могу вернуться в свою обитель. Вот, картина. На цене висит старая картина. Мальчик-лошадь рядом с ней. Это мы все читали. Я думал, с ней можно сделать какое-нибудь взаимодействие. Зачем я вышел? Хотел посмотреть в кровать. Старая кровать. Окей. Это немного схода. Допустим. Что нам не открывается? Окей. Хорошо. Тут ничего нету. Здесь что у нас? Клетка куда-то делась. Клетка куда-то делась. Клетка куда-то делась. У картины нарисованная клетка. Ступеньки разъединены. Но, похоже, они ведут наверх. Они утопают в темноте. В таком состоянии мне по ним не подняться. Не открывается. Будто что-то внутри не дает ей открыться. Картина девушки, лежащая на кровати. Где-то я уже ее видел. Что с тобой делать, скажи мне, пожалуйста. Ну, я не решил, что буду рисовать. А, у меня скетчение тут. Давайте потыкаем почему-нибудь. Растение похоже на виноградную лозу. Давайте корону. Корона лежит на ветке дерева. Статуя ангела и крающего на трубе. Что-то вроде облаков, неба. Так. А что надо рисовать-то? Слушай, родная. Ну-ка. Слушай, сайт с потолка. Ледка из ведра. Земли не видно. Старая кровать. Здесь мы все рассмотрели. Тут ничего нет. Контейнеры с кисточками и красками. Довольно изношенные. Замечательная картина. Картина и рама. Хаотично разбросаны вокруг. Тут не открывается. Вдалеке я вижу дерево. Большое дерево растется по земле. Ну, это мы все читали же уже когда-то, да? Во, открылась. Стол. Сломанный стол лежит на полу. Та же кровать, что и на картине. Вот оно что. Та же кровать, что и на картине. Видите темные пятна. Что за пятна? Похоже на большое окно, но слишком далеко. За ним простирается тьма. Зеркало, но оно заржавело и ничего не отражает. Так, 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 так. Что нам делать? Я больше не вижу, с чем можно взаимодействовать в этой комнате. Телефон уберирует. Вот, надо было на кровать нажать. Эта проказница снова стащила личные вещи хозяина. Хотела бы я, чтобы она на себе ощутила, какие неприятности она доставляет нам служанкам. Она опять увлекла художника в свои игры. Не жаль этого человека. Ох, не шныряй вокруг ее кровати. Когда я на днях пыталась убраться под ней, она выгнала меня, сказав, что справится сама. Видимо, она что-то там спрятала. Ну, хватит рассказов. На очереди у нас комната хозяина. Фу. Хочешь знать, почему хозяин держит у себя эту девушку? Говоря по правде, когда я убиралась у хозяина, я стащила одну... Стащила... Я стащила одну из страниц его дневника. Оказывается, что когда он был еще мальчиком, его сестра погибла в несчастном случае. Да, точно. То, чего он хочет, это портрет его спокойной сестры. Видимо, по этой причине он удочерил девочку, как две капли воды, похожие на нее. Это также объясняет, почему она всегда одета... Всегда одета в одну и ту же одежду. Пропущено В. К тому же, хозяин жил совсем один. Уверена, он весьма одинок. Так, что вам с этой информацией делать? Получается, на картине у нас в комнате висит картина с хозяином и девочкой, с сестрой его, да? Так, продолжаем. Под кроватью. Верно. Не думаю, что я смотрел там. Посмотрим. Интересно, что там. Не убивай. Мне кажется, несчастный. Часть листов подняты, но обувь погружена во тьму. Досадно, что я не могу двигаться. И продолжать оставаться в таком состоянии трудно. А на этом читали, да? Досадно, да-да-да-да-да. Ну, что мне дальше делать? Вот это, помню, открывалось передо, нет, но она исчезнет открывается. Это комната, мы там были. Сломанный стол. Большая кровать. Темными пятнями. Если вы правильно поняли из записи, то нам надо найти синюю косметичку. Синюю. Цвет мы будем убирать сами. Картина уже весь так. Стоять. Огонь в камине. В нем что-то горит. Стопка бумаг. Каких бумаг? Что за бумаги? Так. Лампа. Может осветить картину. Зажженная лампа. Если я нарисую огонь, то может он осветит область внутри картины. Этот огонь в камине потух. Я всегда хотел посмотреть, что находится вот здесь во второй половине. Но почему-то постоянно застреваю на первой. Так, замечательно. Поехали. Сейчас мы можем нарисовать. О, ты знаешь, что я ищу? Могу предположить. Тогда может стоит попросить тебя о помощи. Чёрную вам присылать не надо. Остальше мы ничего не увидим. Либо вам по красное, либо вам по жёлтое. Вероятно всего, что-то, блин, промазал с огнём красное, да? Лампа освещает пространство под Кировачью. Уверен? Там что-то есть. Коробка. Коробка. Интересно, что там внутри. Я вспоминаю, как выглядит коробка. И что-то там ищешь. Куда тебе её кинуть? Да вот так уж. Давай в синюю. Коробка. Но мне не нужна. Постой, этот свет. Ну, с цветом я, значит, угадал, да? Эта коробка кажется знакомой. Но почему? Чувствую. Лучше не открывать её. Давай я открою. Как же такая мысль? Только не убей. Но может всё будет в порядке, если при открытии её лишь слегка. Нет. Всё же не стоит. Или... Противная девчонка. Так. Я припоминаю. Припоминаю картину, которую я видел в каком-то вестибюле. Натюрморт. На котором был изображён череп, лежащий среди таких вещей. Как блестящая корона и музыкальный инструмент. Символизирующий мимолетность и быстротечность жизни. Натюрморт говорил со мной о смерти. О жнеце, постоянно следующем за мной по пятам. Неважно, какое состояние я скоплю. В загробной жизни оно мне не пригодится. Единственное, что греет душу на смертном адре, это воспоминания. Воспоминания о тех безмятежных деньках детства, проведённых вместе с сестрой. Воспоминания о ночах, в которые я засыпал под звуки её голоса. Но я не могу вспомнить, почему она умерла. Я помню закат, очень похожий на сегодняшний. Я ясно вижу, как она в алых лучах заходящего солнца падает из комнаты прямиком в объятие смерти, оставляя меня совсем одного в таком юном возрасте. В вестибюле также была ещё одна картина, в которой был изображён сюжет мифа. Женщина открывает коробку, содержащую в себе различные бедствия и несчастья. Возможно, я уже стою перед дверью, открывать которую не стоит никогда. То есть, коробки, бедствия и несчастья, да? Кто-то мне счастья хватал. Что такое? Ничего не вижу, слишком темно. Что теперь я что-то освещать? Картина слишком тёмная, я ничего не вижу. Думаю, нужно лишь немного света. Что это? Внутри какая-то тёмная дымка, ничего не видно. И чем её разогнать? Не открывать один. Ух, слишком ярко. Блин, наааа. Ну, может, теперь я увижу, что в коробке. Надо бы ужёлтую рисовать, мне кажется, что жёлтая не так яркая. Хм, неа. Всюду ничего не вижу. Лука устала держать лампу. Дистрофичка. Да господи, она с... Ай, загорелась. Огонь распространяется, он не гаснет. Ты же стол, ты заставляешь меня пройти через это. Я прожарю тебя до корочки твоим же огнём. М-м-м, да. Шерва была обнаружена в студии, сожжённая датуа. Удивительно, но картина, находящаяся рядом с телом, не пострадала. Номер 36, датуа. Думаю, нужно лишь немного света. Есть ли здесь что-то, кроме лампы? Чем можно осветить пространство? Ну да, было прометчиво. Что-то должно быть. Не открывается. Пусть не открывается. Это дверь. Где у нас здесь что-то? Нет у нас здесь ничего. Идём далее. Не открывается. Хорошо. Пошли ещё к нам сгоняем. Там, 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 там. Что у нас тут есть? Есть окно. Давай нарисуй тебе окно. Чисто окно, из которого будет сходить свет. По-моему, оригинально и, в принципе, неплохо. Схищу мне только лампа. Блин. Надо что-то искать. Ну что? И где? Так. Непонятно. Давай ещё раз ольёмся, посмотрим. Я не вижу, что внутри коробки. Но там должно быть что-то нарисовано. Может, стоит использовать лампу, как я и сделал это ранее. А может, не следует использовать лампу, потому что она опять сольёт. Что это? Это какая-то тёмная двинка, ничего не видно. Чем я её разогнаюсь? Можно я куда-нибудь тебе не в руку его дам? Нет, нельзя. Печально. Давай жёлтый. Слишком ярко. Может, теперь я увижу, что в коробке. Умить. Не, всё ещё не вижу. Пока устал держать лампу. Ну давай, сожги опять всё правильно. Чё бы нет. Всё, мы горим. Я жесток, правильно. Ты криворукая, а я жесток. Логично, чё. Слушай. Ну давай, бог любит троицу, да? Погнали. Красный был, жёлтый был, чёрного не было. Чёрная лампа, чё бы нет. На. Сама сожжёшь. Сожжёвание будет. Не сработает, лампа не горит. Да, кстати, зажги её, чё. Вот зато теперь ничего ты не сгоришь. Я не хочу её давать, пить лампу. Не хочу. Сожжёная не пододевается, видишь, в чём вся проблема. Маталя и чёрная, но она её не устроила, потому что она как бы не горит. Жёлтая. Давай жёлтую ещё раз. Слишком ярко. Ну, я понял. Ты не увидишь. Уроняй, давай, уроняй. Сгори, чё уже нет. А я же столь, да? Понятно. Понял, принял, обработал. Так. В чём загвоздка? Нам нужно нечто, что может... Нам нужно нечто, что может осветить. И не лампа, потому что лампа для неё тяжёлая. Что-то не открывается, где-то не кричит, там. Своу совсем. Что же может тебя осветить? Та же, видите, ничего нету. Может, и так? Господи. Окно, серьёзно? Товарина ты. А чем тебя не устроило окно в комнате, когда я приходил в комнату и предлагал тебе нарисовать окно? Тебе нужно было конкретно это, да? Господи. Иди ко мне, моя дорогая, сейчас мы будем тебя освещать. Что-то нарисовано. Не надо нам использовать тёмка-то. Что это? Внутри какая-то тёмная дымка. Так. Не открывать. Ну тебе же прям говорят, что не надо. Господи, какое-то другое окно. Потерпишь, да? Красный, закат, чёрный, ночь, синий. Давайте. Так. Красный. Типа закат. Слишком ярко. Сильный свет, вреден для меня. Два вся от него. Постой. Это сияние. Вот оно. Нельзя больше откладывать работу. Я встаю на ноги и отправляю свою комнату. То, что уже давно прошёл, и на улице темнеет. Но при необходимости я могу рисовать и под светом свечи. Я стучусь, но ответа нет. Яркий свет пробивается под дверью из дверного проёма. Я так и знал. Нетерпимость к свету. Лишь предлог, который она использует, чтобы усложнить мне работу. А когда меня нет, она... Ох, какими словами можно было бы описать красоту вида, представшего передо мной. Солнечные лучи освещают девушку, спящую у окна. Она хорошо смотрится, но большое внимание привлекают её прекрасные русые локоны и розоватая кожа. Её образ, озарённый лучами заходящего солнца, поражает намного больше, чем любой из портретов, висящих в комнате хозяина дома. Её сияющий образ, облачённый в мантию из лучей заходящего солнца, заполняет мрачную комнату. Я стою как вкопанный, не в состоянии нарисовать хоть что-либо до тех пор, пока солнце не падает за горизонт. Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю на этом заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи, всем пока.